На экране это в точности то же самое, что тезисы в сборнике. Поэтому если плохо там видно что-то или хочется сразу посмотреть список литературы, то можно воспользоваться. Спасибо. Так что один, если мы заглянем в список литературы, это автор Еганова Евгения Ашавировна. Книга называется «Природа. Пространство. Время». Она издана здесь у нас в институте в 2005 году под редакцией Академика Лавренского. Здесь двойка еще не возникает. Ну вот другие ключевые какие-то фамилии. Минковский, конечно. Давайте я напомню сразу про пространство, время Минковского, Книга. Там так называемая псевдоевклидовая метрика, в отличие от евклидовой метрики. Если мы уберем две пространственные координаты, оставим только х, а вертикальная ось обычно ось Т, ось времени. Ну и вот эту ось Т можно себе представлять, если точечный какой-то объект, то это история жизни этого объекта. Вот я все время нахожусь. Х равное нулю, точки просто время течет. Вот такая мировая линия точечного объекта. Книга 2, на которую идут ссылки в природе пространства и времени, это очень известная книга Синга, общая теория относительности. Ну, она относительно давно была издана. В 1963 году. И вот в книге «Природа пространства» мы применяем три. А три – это, можно сказать, моя любимая книга по общей теории относительности. Это Сакс и Вулл. «Общая относительность для математиков». 1977 года. Книжка для аспирантов, издана в Америке. А в свое время я здесь, в библиотеке Института математики, конечно, зачитывал. Ну, Синг уже тогда был достаточно старый. А у нас в библиотеке был трехтомник очень известный тоже. Мизнер Торнвиллер по общей теории относительности. Ну, это очень большой, конечно, источник трехтомник. И вот книги Елены Аршавировны. Мы с ней коллеги, даже одно время в одном кабинете она меня пускала в свой кабинет, когда у меня плохое было рабочее место. Так что она, я думаю, сейчас наблюдает просто солнечное затмение здесь, на втором этаже, в кабинете. Ну, так вот. И вот в этой книге фигурируют такие понятия, как истинное Солнце, сокращаем ИС, чтобы поместилось в три страницы. Видимое Солнце, будущее Солнце. То есть в тех экспериментах, в которых я практически здесь ничего о них не буду говорить, может быть, в конце, если время останется. Это солнечное наблюдение, наблюдение Солнца. Ну, а мы в данной работе, в том числе у Ирины Аршавировны, Солнце моделируется как точечное объект. Значит, вот смотрите, мы, истинное Солнце будет пояснено. Ну, оно тоже в тексте тезиса. До формул мы еще не дошли, но давайте попробуем чуть вперед задержать. Вот, где уже есть мировые линии. Вот смотрите, там, значит, вот эта вот последняя координата, она как раз соответствует времени. То есть если ИС-4, это первый ИС-1, ИС-2, ИС-3. И потом время. Видите, там Т – это так называемое лабораторное, то есть обычное время. А С – это огромная положительная константа. И так называемый световой конус, если мы СТ используем в качестве временной координаты, его образующий просто здесь составляет в обычном смысле на юфлидовой плоскости, это бисектриса вот этого первого квадранта. Если мы нарисуем вот такую мировую линию прямую, то понятно, что ее можно интерпретировать как историю жизни некоторого наблюдателя, который движется в направлении положительного оси Х по отношению к первому наблюдателю. Видите, вот это пространственное расстояние между двумя наблюдателями, оно пропорционально времени, то есть удаляется. Вот штука-то в чем. Да, вот одновременность, понятие одновременности по Эйнштейну. Для первого наблюдателя, если мы выберем момент жизни некий на его мировой линии, то оси Х в точке пространства времени может быть, вы знаете, обычно их называют событиями, вот события, скажем, здесь, то я в свой собственный момент времени ноль имел пространственную координату тоже ноль. Вот конкретная точка событий. А вот это совокупность всех одновременных событий с данным. Но одновременность относительно. Вот в чем штука. Это знаменитая статья Эйнштейна 1905 года. И если мы рассмотрим совокупность одновременно событий для этого же самого события, но с точки зрения вот этого другого наблюдателя, то бифлигомы вроде бы мы поворачиваем сюда, значит и это должно повернуться тоже вниз. Оказывается, нет. Оказывается, здесь вот так будет выглядеть совокупность всех событий, которые одновременно вот этому, но с точки зрения второго наблюдателя. Это так называемое Эйнштейновское определение одновременности событий. Вернемся пораньше. Значит, вот. Давайте все-таки несколько слов про эксперимент. Значит, у нас вот, допустим, мы не знаем специальную теорию относительности. Что мы видим? Вот эта точечка Солнца, она у нас на нашей небесной сфере. И, в принципе, мы можем говорить о траектории Солнца на небесной сфере. Но мы же знаем, что это не из-за движения Солнца, а это из-за вращения Земли, правильно? Но, тем не менее, вот мы как бы находимся все время, приводя вот такие наблюдения, мы как бы находимся в своей вот этой срезке. Только эта срезка, она уже как бы приклеена к каждой точке мировой линии наблюдателя. Так что это не одна, получается, небесная сфера, потому что она в каждый момент как бы пришпилена к другому событию на мировой линии наблюдателя. Так что вот в чем сложно. И это мы уже переходим. Ну, вот здесь, может быть, перед тем, перед секцией 2. Вот, во-первых, целью нашей соавтором с Андреем Юрьевичем Паяновым было понять вот эту терминологию. Ну, вот, может быть, мы начнем с понятия видимого Солнца. Значит, вот видимое, значит, мы видим, значит, должна прийти частица света в наш телескоп, ну, а в итоге в глаз. Так что как? Частица света, вот она движется потом со скоростью света. И Ирину Аршаверну интересовали вот эти углы. Значит, истинное Солнце. В итоге оказалось, что истинное – это просто вот это отношение одновременности по Эйнштейну. В тезисах это скажем. А видимое Солнце – это что? Это когда фотон туда попал в глаз. Но, опять-таки, мы все время находимся в нашей пространственной срезке Т равняется константа. Фотон-то не вдоль этой пространственной срезки идет, а под углом к ней. Значит, что же мы должны делать? И, собственно говоря, это описано, ну, и у Синга тоже, но у Синга менее четко по сравнению с книгой 3. Значит, все предыдущие, вообще говоря, ну, и последующие, где, вернее, Волкер фигурировал, вот из секции 3, оси гироскопов, это все относится к искривленному пространству времени, вообще говоря. Не думаю, что так сразу легко это схватить на самом деле. Просто попробую охарактеризовать, что вот на самом деле понятие вот этой траектории Солнца на небесной сфере, оно не является тривиальным с точки зрения теории относительности, даже если мы рассматриваем не кривое, а плоское пространство-время, то есть пространство-время Ленковского. Вот определение небесной сферы, это истация Ву. То есть мы должны каким-то способом, скажем, выбрав t равное нулю, что и делается у нас в работе, как фиксированный момент времени, каким-то способом мы должны уметь сравнивать направления вот в этих разных пространственных срезках в разные моменты времени. Поэтому как раз это позволяет сделать так называемый параллельный перенос ферми Волкера вдоль, если мировая линия прямолинейна, то этот параллельный перенос сводится просто к обычному параллельному переносу в векторном пространстве, передвигаем направленный отрезок параллельно, чтобы он оставался. Но поскольку мировая линия Земли, она не является прямолинейной в пространстве-время, то уже параллельный перенос ферми Волкера вдоль мировой линии, ну, проще правильнее говорить, наверное, мировая линия телескопа, потому что мы телескоп модерируем тоже с точки зрения точечного объекта. Ну, вот выделено жирным срезком, да. Нам важно знать, что значит в разных двух этих пространственных срезках мы имеем одно и то же направление. Вот оно в книге Сакс и Ву. Это определение дается. И мы получаем тем самым одну небесную сферу. Может быть, забегая вперед, после того, как мы над этим поработали с автором, а это работа этого года, только весной, общаясь с Ириной Аршавировной, я достаточно оказался мотивированным, чтобы этим заниматься. И хочу сказать, что, в общем, определенные трудности здесь были. Я надеюсь, мы это еще поймем, как дальше пойдем вдоль тезисов. У меня такое впечатление, что здесь куча даже не начатых прикладных и математических задач. Сошлюсь на то, что я читал еще в конце 80-х годов, что когда мы посылали аппараты на Венеру, то не только плоский мир Минковского использовался для расчетов, но и, например, искривленная так называемая метрика Шваршильда. Как бы Солнце создает это искривление, поскольку это самый массивный объект у нас в Солнечной системе. И при использовании метрики Шваршильда точность попадания на Венеру существенно увеличена. Значит, мы дальше предполагаем, что тяготения нет, что это плоский мир Минковского, и все равно задача уже получается нетривиальна. Так что, итак, я уже сказал, направление на истинное Солнце – это вот, как сказать, Лоренц-ортогональное дополнение к мировой линии, точнее, к касательному вектору в данной точке. А что же такое видимое Солнце? А видимое Солнце – это вот как. Смотрите, допустим, ну здесь, конечно, на двумерной картинке это будет слишком тривиально. Здесь нужно… Фатон-то как бы, вот он прилетит сюда, да? Прилетит фатон и попал в зеркало нашего телескопа. Так у нас-то все направления в пространственной срезке. То есть, что делается? Это согласно САКСУВУ. Мы этот изотропный вектор, то есть его скалярный квадрат равен нулю, должны спроектировать вот сюда на пространственную срезку, где равняется константа этого наблюдателя. Ну и вот… Ну здесь понятно, у нас направление только одно получается. Получается как бы параллельно направлению на истинное Солнце. Но когда мы вернемся к нашим еще двум оставшимся, достаточно даже к одной пространственной переменной вернуться, и у нас уже, говорят, эти направления различные. направление на истинное Солнце и направление на видимое Солнце. Ну и вот первая задача, что мы хотели проверить, как бы Ирину Аршавировну, ну или сравнить, что у нас получается. Это было уже сразу на первой странице, что у нас угол намного меньше получился. Ну, я думаю, ответ здесь, это объясняется не тем, что у нее ошибка, а это объясняется тем, что, и это вроде не ее определение, она мне сказала, что это в книгах по астрономии, что направление на видимое Солнце там определяется по-другому. И мы, как два соавтора, конечно, не согласны. Ну как же по-другому? Ну, видимое, потом, то есть здесь еще, может быть, мы и на ту литературу тоже будем наезжать, а не только Ирину Аршавировну критиковать немножко. Ну, просто разные определения, и она, конечно, очень удивилась, что угол получился такой маленький. Ну, здесь это уже необходимые данные для конкретной, собственно говоря, взятой из ее книги и уравнения 3.1, и уравнения 3.2. Ну, там всякие параметры фигурируют, константы, они для нас, это важно. Ну, связь между так называемым натуральным параметром и лабораторным временем, то есть они пропорциональны, что очень хорошо, конечно, там знаменатель весь состоит из константов 3.3. Ну, вот первое, тоже как теорема, определенное... Вот, смотрите, замечание, что истинное направление на истинное Солнце сводится к Эйнштейновской одновременности. Здесь у нас нет противоречий с книгой один. А вот на видомое Солнце, хотя в книге там тоже используется мир Минковского, но тот вектор, который проектируется вот сюда, он не изотропный книжки. Так что Ирина Аршавердовна с этим тоже согласилась. Ну, а что с этим дальше делать, я не знаю, как говорить. У нас строгие математические определения. Ну, и вот вторая теорема. Да, значит, как мы можем, собственно говоря, здесь я не рисую, у нас есть мировая линия Солнца, мировая линия телескопа. Она такая, как некая стиралька такая, винтовая линия, мировая линия телескопа. Из-за того, что пространство-время не искривленное, кривизна равна нулю в мире Минковского, и из-за того, что и сама мировая линия телескопа сравнительно простая, винтовая линия, достаточно легко удалось найти вот эту вот систему, значит, это 3-4 системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Значит, вот эти компоненты F1, F2, F3, F4, поскольку у нас не искривленное многообразие, мы можем просто считать, что это как раз вот внешние координаты. Мы работаем в R4, так что сколько у меня еще осталось? Ох, ох, ох. Я думал, у меня много свободного времени осталось. Ну ладно, значит, вот такая динамическая система, поэтому мы и заявились в эту секцию, динамическую систему. И вот, а на будущее Солнца, значит, эксперименты, значит, что? На истинное куда наведешься? Там нет ничего, просто мы как бы на пустую точку траектории. Видимое, ну вот надо наводить, где Солнце есть, вот туда и наводим. А будущее, значит, это как бы вперед Солнце. Ну и вот там вроде бы возникают некие сигналы. Сигналы, не сигналы, но внешне регистрируются. И у той системы удалось найти три интеграла, так что мы тем самым, когда будем искать. Так что вот, кстати, вот эти вот траектории, у меня вообще я не уверен, что, значит, ну астрономы как-то знают, да, там от времени года зависит, Солнце-то, то там зайдет через три месяца, оно там зайдет. Я не уверен, что есть математическое уравнение хотя бы одно вот этой вот траектории Солнца. Так что это вполне можно сделать с помощью вот этого метода Ферми-Волкера. И Ирина Аршаверина в книге употребляет термин параллель движения Солнца. Спасибо за внимание. Вот вопрос вы получили. Я хотел поинтересоваться, аппараты на Венеру долетели или нет? Да, конечно, долетели. Просто сначала не использовали, сначала использовали, по-видимому, вообще, ньютоновскую теорию, что если... Долетели? Да, летели, но довольно далеко от того места, куда хотели. А когда... Попали? На Венеру попали. А потом существенно улучшили. Попали. Спасибо. 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 Спасибо.